Регион может похвастаться показателями в сельском хозяйстве. Положительную динамику развития показывают все отрасли агропромышленного комплекса региона. Животноводы увеличивают валовое производство молока, лениводы наращивают поголовье оленей и дают хорошие планы на заготовку мяса в период убойной кампании. Определенные успехи есть и в сфере овощеводства. В единственном в регионе тепличном хозяйстве комбинате «Солнышко» собрали рекордный урожай огурцов. Почти на четверть больше, чем в прошлом. Аграрии уверены, урожаи могут быть намного больше. 62 тонны огурцов и более одной тонны томатов – таковы итоги овощного сезона в единственном тепличном хозяйстве региона. Первый урожай овощеводы сняли в апреле, а последний – в сентябре. Увеличение урожайности удалось добиться за счет полной замены грунта в теплицах. Аграриями была проделана огромная работа, и результаты оправдали все ожидания. Это не потолок. Можно больше. Притом, надо учитывать, что это старые технологии. Мы не можем использовать, применять новые технологии, которые дают повышение урожайности. В связи с тем, что теплицы у нас по проекту старые, невысокие. Новые, а главное, современные теплицы овощеводы ждут уже давно. В этом году этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сегодня на предприятии модернизируют старую котельную. Работы ведет центр «Стройзаказчик». В помещении установлены новые напольные газовые водогрейные котлы, необходимое технологическое оборудование. Дело осталось за косметическим ремонтом. Окончание работ по реконструкции позволит перейти к проекту строительства той теплицы, на которую мы рассчитываем. Это теплица площадью 5640 квадратных метров. Вот эта теплица нового поколения будет. И она, самое главное, подчеркну, будет давать урожай круглый год. То есть мы с огурцами будем жить круглый год. К сожалению, томаты круглый год не будем выращивать. Они будут также в продленном обороте. Весна, лето, осень. Новые теплицы позволят ежегодно получать более 350 тонн огурцов. Кроме того, в планах аграриев расширить ассортимент выпускаемой продукции. В новых теплицах будут выращивать болгарский перец и баклажаны. Кроме овощей, в солнышко выращивают и зелень. В 2007 году на предприятии была установлена салатная линия с гидропонной технологией. С неё в этом году у аграрии сняли более 80 тысяч упаковок салата, петрушки, укропа, базилика и мелисы. Отмечу, что выращивание зелени, в отличие от овощей, процесс круглогодичный и прерывается только на обязательную дезинфекцию. Сейчас как раз такой период. К ноябрю на прилавках снова появится местная зелень. Производственные показатели тепличного хозяйства также напрямую связаны с объёмом господдержки. В 2015 году субсидия на овощеводство в бюджете региона была увеличена более чем в два раза – до 46 рублей на килограмм произведённой продукции. «Очень хорошая поддержка в этом году. Мы перешли сразу с 21 рубля, вот нам увеличили поддержку. А до этого вообще такая ступенька была – 7 рублей, 9 рублей на килограмм продукции. Но растут тарифы на электроэнергию, на газ и прочее. Поэтому вот всё это приводит к увеличению дотации». Господдержку в виде субсидий на произведённую и реализованную продукцию получают у другие отрасли агропромышленного комплекса Неницкого округа – молочное животноводство, оленеводство и рыболовство. Кроме того, в регионе действуют субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в Наринмар, субсидии на поддержку племенного животноводства и на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей. Сельское хозяйство – один из приоритетов для власти НАО. Это особенно подчёркивает глава региона Игорь Кошин. «Мы с прошлого года несколько изменили окружную поддержку. Я вас уверяю, будем её только наращивать и увеличивать. Потому что заниматься сельским хозяйством в условиях Крайнего Севера, в условиях Заполярья – это подвиг». Окружная поддержка сельхозпроизводителей уже даёт результаты. Валтовое производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95 тонн. В оленеводческих хозяйствах округа родилось 3300 телят. В период убойной кампании будет заготовлено 1355 тонн ленины. О преимуществах нового механизма субсидирования говорят не только показатели объёмов производства. Сегодня окружные предприятия способны не только покрывать производственные издержки, но и инвестировать в собственное развитие, закупать новое оборудование, технику, оборудовать в производственное помещение. И не менее важно направлять дополнительные финансовые средства на заработную плату работников. В 14-м году среди месячная зарплата сельскохозяйственная организация выросла практически на 10%, 9,8% и составила 27952 рублей. И мы ожидаем, что к концу 2015 года заработная плата в сельскохозяйственных организациях округа увеличится в среднем примерно на 5% и составит не менее 29400 рублей. Сегодня сельскохозяйственной деятельностью в регионе занимается 34 предприятия. В их сферу деятельности входит оленеводство, животноводство, рыболовство и овощеводство. Переработкой сельхозпродукции в регионе занимаются 9 предприятий. Также в округе есть 9 семейно-родовых общин КМНС, 13 крестьянско-фермерских хозяйств и 90 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются оленеводством и рыболовством. На сегодня господдержка сельского хозяйства округа измеряется суммой в 583 миллиона рублей. За 8 месяцев текущего года освоено более 540 миллионов. Глава региона Игорь Кошин убежден, что поддержка АПК должна увеличиваться для того, чтобы отрасль развивалась.